Здравствуйте! Вот и наступило наше долгожданное путешествие в Австрию на Крисмос 2019 года. Полетели австрийскими авиалиниями. Здесь приветливый персонал, места между креслами много, удобно сидеть и еда вкусная. Аэропорт Вены встретил нас с рекламой выставки картин Караваджо и скульптуру Бернини, Музея истории искусства и неординарными голограммами по дороге к получению багажа. Просмотрев несколько роликов в ютюбе, как добраться до центра Вены с аэропорта, в последний момент мы решили ехать на такси. Так маленькая дочь и плюс багаж не располагали к пересадкам с поезда на метро и гулянием пешком до апартамента. Квартиру мы забронировали около ратуши. И было большое желание побыстрее добраться, чтобы успеть погулять, посмотреть Вену, чтобы день не пропал зря, ну и где-то успеть перекусить. Цена на поезд на троих и метро обошлась бы нам в 20 евро, А на такси мы заплатили 46. По дороге успели посмотреть, что нас ждет на эти несколько дней. Город впечатлил своими огнями и красотой. Вечерняя Вена шикарная. Если вы еще сомневаетесь, куда вам отправиться зимой, Вена однозначно. Так мы добрались до дома. Апартаменты в старинном монументальном здании. Вот подъезд. А это лестница на второй этаж. Венская ратуша манила своими яркими огнями. Все здесь сияло. Еще работали рождественские ярмарки, несмотря на поздний час. На наше счастье мы успели купить фирменные сосиски в багете и горячий пунш. А красивые кружечки в форме сердца остались у нас как сувениры. Здесь можно было купить подарки на Рождество, сувениры, покушать. И покататься на коньках. Прямо здесь залит каток. Организовано все серьезно. Рядом есть пункт охраны и прокат коньков. А вот какая шикарная арка с блестящими шарами. Вон в долине видно дерево с ярко-красными сердцами. Мы направились туда сделать красивые снимки. Пока ждали китайскую группу, которая желала перефотографироваться с сердечным деревом, сердца погасли. Мы не успели. Дальше наш путь сжал к церкви обета. Машина зайдет. По пути мы встретили в парке Зигмунда Фрейда вот такую скульптуру. Деревянная ладонь держала стеклянную лодку. Как она называется и в честь чего она здесь, я не нашла информации. Может кто-то мне подскажет. Конечно мы сделали здесь фотосессию. Напротив этой скульптуры церковь обета. Шикарная церковь в готическом стиле. Вокруг нее стоят елки. Жаль, что не попали в саму церковь. На улице холодно и ветер. И завтра еще более насыщенный день. А сегодня мы домой спать. Впечатления у нас от вечерней вены незабываемые. А настроение мое веселое и радостное. Как у этой бабочки. Пока-пока. До новых встреч.